Друзья, всем привет! Сегодня мы изготовим очередную самоделку из маркера не пишущего Удаляем стержень Часть внутренней полости вырезаю с помощью бормашины Нам понадобится 2 транзистора 1 резистор А также светодиодный 7-сегментный индикатор У меня он уже впаян в макетную плату Данный 7-сегментный индикатор можно благополучно выдернуть, например, из часов Электронная часть готова К слову, между прочим, добавил еще и зуммер Хуже не будет Займемся верхней крышкой корпуса Верхнюю крышку изготовлю из листового пластика Вырезал согласно размерам, а также прорезал отверстия под 7-сегментный индикатор и зуммер По месту сверлю отверстия для закрепления платы Отрезок шпильки М6 Вот что нам потребуется далее Нам необходимо проселить отверстия диаметром 3 мм Без токарного станка сделать это можно с помощью обыкновенной дрели или шуруповерта С помощью маркера нахожу центр Накерниваю Зажимаю в тисках необходимое сверло Смазываю и сверлю При таком способе сверления Главное требование Стараться не изменять сильно траекторию инструмента И не допускать больших оборотов Постепенно При нормально заточенном сверле Сверление происходит довольно быстро Учитывая особенности столь изощренного способа сверления Отверстие получается очень даже качественным Отрезок отвертки, который будет установлен в данную втулку Я отрежу, простите за тавтологию, от отвертки Фиксация жала отвертки во втулке Будет осуществляться с помощью пайки И для того, чтобы Жала отвертки не утратила свою твердость Во время пайки Используем головку лука Полученную деталь устанавливаю в корпус Для того, чтобы быть уверенным в креплении жала отвертки Заполним присутствующее пространство двухкомпонентным клеем В правой боковой стенке корпуса Сверлю отверстие диаметром 2,5 мм Это отверстие необходимо для закрепления сенсорного пятачка Кроме этого, устанавливаю латунные втулки Благодаря ним Верхняя крышка будет Посредством винтов крепиться к корпусу Припаиваю источник питания В моем случае это батарейка CR2032 Пайка батареек В принципе никаких сложностей не представляет Главное делать все очень быстро Поскольку ни одна батарейка, ни один аккумулятор не любят перегрева Размещаю устройство в корпусе И завинчиваю винты Устройство готово Мелкие доработки Невзирая на кажущуюся простоту Устройство обладает целым рядом функциональных возможностей С его помощью можно, например, проверять целостность электрических проводов Можно обнаруживать фазный провод Можно быстро определить полярность того или иного элемента Или того или иного проводника Плюс Минус Плюс Минус И многое другое Пишите свое мнение в комментариях До новых встреч Но посран Пока Субтитры создавал DimaTorzok